Всем привет! Мне неоднократно попадалось такое якобы доказательство плоской земли, как Солончак Уюни. Плосковеры его часто упоминают, говоря «Солончак Уюни абсолютно плоский, даже в Википедии это написано, там еще сказано, что он настолько плоский, что по нему даже калибруют спутники». Но как? Спутников не существует, но их все равно калибруют по Уюни. Логика. Ну да ладно, у плосковеров всегда с этим были проблемы. Давайте же разберемся, в чем тут дело. Начнем с той же Википедии. Написано там следующее. Благодаря большому размеру, плоской поверхности и высокому альбедо, при наличии тонкого слоя воды, а также минимальном изменении высоты, Солончак Уюни является идеальным инструментом для тестирования и калибровки приборов дистанционного зондирования на орбитальных спутниках. Ключевая фраза для нас – минимальное изменение высот, что означает высота в географии. Высоты у нас принято отсчитывать от уровня моря, так что Солончак Уюни действительно плоский, но он такой же плоский, как поверхность океана. А эта поверхность, напомню, является геоидом, а не плоскостью в геометрическом смысле. Плосковеры тут опять возразят. Ничего не знаю, написано плоский – значит плоский, а значит и Земля плоская. И так далее и тому подобное. Что ж, посмотрим, чем же можно им ответить. Благо, Интернет – великая вещь и в нем есть все. А также там есть такая замечательная вещь, как Google Земля, то есть виртуальный глобус нашей планеты. Он хорош тем, что прямо в нем содержится огромное количество фото, видео и других материалов. Ими мы и займемся. Если включить в программе соответствующие настройки, можно увидеть фотографии, панорамы и прочий контент, привязаны к месту, где он был создан. Нам лишь нужно сопоставить реальные фотографии, сделанные людьми на этом Солончаке и в его окрестностях, с моделью виртуального глобуса. Итак, для сравнения нам нужен некоторый ориентир. Немного поизучав географию Солончака, я выбрал вулкан Тунупа, который находится на побережье Солончака. Он имеет характерную узнаваемую форму, высоту 5321 метр над уровнем моря, что делает его одной из высочайших вершин в этом районе. Ну и, конечно же, его видно практически из любой точки Солончака. Нам понадобится фото этого вулкана с достаточно большого расстояния, чтобы можно было оценить, прячется ли он за горизонтом из-за кредитной земли. Воспользуемся возможностями программы Google Земля и найдем такое фото. Я выбрал панораму, снятую с противоположного берега Солончака с расстояния 97 километров. Найдем наш вулкан. Вот он. Если вы сомневаетесь, что это именно он, просто посмотрите любые фотографии этого вулкана. Для особо сомневающихся сравним с тем, что нам покажет программа. Совпадение? Не думаю. Небольшая разница объясняется особенностью работы программы. Она немного упрощает на большом расстоянии геометрию объектов, таких как элементы рельефа или здания. Можете сами в этом убедиться, скачав программу. Для начала, посчитаем с помощью калькулятора кривизны земли, какая часть вулкана должна быть скрыта за горизонтом. Все расчеты будем вести относительно уровня Солончака. 3661 метр. Получаем высоту вулкана 1660 метров. Соседняя вершина имеет высоту 4767 метров или 1106 метров относительно уровня Солончака. Напомню, расстояние у нас 97 километров. Высота наблюдателя, судя по панораме, метров 10, хотя она не сильно влияет на результат. Я проверял. Как видите, калькулятор дает результат около 500 метров, в зависимости от того, какую рефракцию мы примем. Именно такая часть вулкана должна быть скрыта за кривизной земли согласно расчетам. А теперь снова посмотрим на панораму. Я выделил отдельный кадр с вулканом, немножечко подправил контраст и яркость, чтобы можно было лучше разглядеть очертания вулкана. Отметим высоту на этом кадре. А теперь определимся с горизонтом. Как видите, вулкан частично отражается от поверхности. Нам в принципе не важно, из-за чего вода это или мираж из-за температурной инверсии. Для нас главное, что это ориентир, который показывает реальное расположение горизонта. Теперь путем нехитрых построений определим, где же будет нулевой уровень. То есть это уровень поверхности Солончака. А вот он. Посмотрим, насколько этот уровень будет ниже горизонта. Как видите, те же самые 500 метров. Все, как предсказывал калькулятор. Что же спрятало целых пол километра высоты? Рельеф? Так нет же его. Солончак ровный как Сол. Сами же плосковеры об этом говорят. Натяжение воды? Где же тогда этот водяной горб? Его тоже нет. Глубина воды мизерная, никак не тянет на сотни метров. Перспектива? Какая-то странная эта перспектива получается. Скрывает только нижнюю часть вулкана и никак не действует на его верхнюю часть. Миражи? Тоже нет. Иначе покажите мне аналогичные фото, сделанные с такого же расстояния, но без воздействия миража, в любой другой день, в любую другую погоду и так далее. Мне кажется, я назвал все варианты, которые могли бы озвучить плосковеры. И думаю, у них больше не осталось никаких объяснений этого. И это я еще не приводил десятки других примеров. А их вокруг ую непредостаточно. И все они говорят, что Земля – шар. Итак, плосковеры, жду ваших объяснений. Всем спасибо за просмотр. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок